Микс Ньюз Приветствую всех! Это Балтком Лайф в студии Адмунд Кашевский И сегодня будет разговор, ну прям скажем, с музыкальным оттенком Для начала такая небольшая басня, байка, рассказ Стою в баре, разговариваю в Италии с знакомыми музыкантами Подходит их знакомый тоже музыкант из Израиля Начинаем разговаривать о музыке, кто откуда, кто что любит И я говорю, ну вот я из Латвии Латвия? А, знаю, там у вас такой Пашкевич есть Короче говоря, друзья, вот я все карты раскрыл Сегодня в гостях у нас в студии Денис Пашкевич Один из самых востребованных музыкантов Латвии И я бы сказал, это наша визитная карточка в мире джаза Не только в Европе, но, не побоюсь этого слова, и во всем мире Так уж получилось, что это опять-таки мой знакомый уже извно Поэтому на вы мы сегодня говорить точно не будем Здравствуй, Денис! Здравствуй, здравствуй! Ну, я думаю, что какую-то вводную информацию о себе Я подготовил, так сказать, визитку Но я думаю, что было бы интереснее лучше от тебя самого узнать Вот с чего начинался великий ныне, не побоимся этого слова, Денис Пашкевич А как ты пришел в музыку? Как ты пришел в джаз вообще? Как в тебе поселилась эта бацилла джаза? Ну да, это зараза большая, да? Вообще, мое образование – это академическая музыка Первое образование, начало То есть я начал учиться как пианист в музыкальной школе в Риге С помощью моей мамы и палки Я Денис, иди играть, гаммы, да? Преуспевал Вот И вот, в общем, хорошая база, очень хорошее время Потом Подрался в школе, сломал руку Значит, перестала быть моя карьера пианиста И нужно было Ты так серьезно руку поломал? Да Остановилось все Не знал, что делать И буквально вот в коридоре детской музыкальной школе Меня подобрала Лилия Вейланд Которая фантастический педагог И в принципе И ты пошел из класса фортепиано в какой класс? Флейты Ага А все детство я мечтал играть трубу Вот это была моя мечта Играть трубу Но я был слишком маленький ростом И меня просто, ну, вежливо, как бы, отпросили в класс пианизма Мальчик, уйди, тебя из-за трубы не будет видно Сказал, один год Мальчик, тебе надо тренировать, значит, пресс надо качать Легкие Отжиматься Вот И я начал просто играть в флейт Ну, как в школе, знаешь У нас же образование, ведь академическое, оно великолепное И там очень много разных особенностей, хороший педагог И на самом деле я много чего узнал Погоди, погоди, Денис, я не понял У тебя что было, настолько серьезно тебе переломали руку Что ты не мог вообще больше играть на фортепиано? Знаешь, делали такое Или это достаточно долгий перерыв получился В связи с этим Делали ставку на то, что я очень хороший пианист Они говорили, что у меня рука Моцарта Знаешь, такие Мамма мея Да, и они все ставили ставку Я очень рано начал, все это было так Музыкальность, слух Все есть И, конечно, вот это Ну, видишь, но судьба просто повернула И я перешел на флейту, да А кто тебя вообще отдал в музыку? Папа, кинорежиссер или мама? Мама, мама Известный стилист Ой, мама Мама? Да, даже было, я помню, был такой рассказ Что мы или на какие-то такие первые уроки Я, наверное, опять не хотел учиться что-то вроде этого И та учительница пиано сказала Пусть он лучше идет в футбол гонять И мама, она рассказывала, что я встала на этот каблук Повернулась на 180 И сказала, нет, мой сын будет музыкантом И пошла Ну, жестко, но и хорошо Потому что, если бы этого всего все-таки не было И я думаю, что я бы не состоялся То есть, была система дома Было то, что необходимо Сколько часов в день тебе надо было отсидеть у инструмента? Ну, бывало, там 6-5 часов было И по-разному То есть, у мальчика детства не было Футбола не было, двора не было, ничего не было Один сплошной инструмент под названием фортепиано Фортепиано и флейта потом Поскольку по флейте очень быстро пошло Я получил третье место в Союзе Как молодой флейтист Мы поехали в Магнитогорск, полетели На конкурс Да И вот так получилось, что я как бы очень хорошо стартовал То есть, ты, ну, скажем так Изначально ты как бы по классу флейты все закончил Да, ты флейтист Тогда объясни, как тебе занесло вот к этой штуке, которая сейчас лежит у нас на столе Сейчас я все объясню Сейчас все расскажу Ну, crazy Потому что вот уже где-то в 11 лет я начал импровизировать То есть, параллельно музыкальной школе, академическом образовании Ну, колледжу потом, там, музыкадемии Мне появилось вот это огромное хотение что-то новое, что-то поиграть И я начал что-то играть И там мы уже начали состыковаться с разными ансамблями С певицей, Лайна Лигерой Ну, разными ребятами И я даже начал на улице в Риге играть Просто, чтобы, ну, было интересно На флейте? Да Вот Но такой роковой Crossroads было, когда в 13 лет я все-таки искал педагога себе Поскольку в то время не было джазового образования официального учреждения То я искал мастера В джазовом мире, вообще-то, это всегда было так Тебе нужен мастер Тебе нужен гуру, который тебя... И ты говори, как хочешь, но не будет по-другому Даже в твоем классе он мастер и ты его ученик Ну и нашел я такого человека Я потом только понял, насколько он гений был И это Владимир Колпаков О, да Большой мой коллега И я должен сказать, что, да Я встретил его в комнате все И великий джаз, и сыровость жизни И пристрастие к алкоголю все было Ну все И то же самое Вот этот гениальный дар Когда видно, что человек реально имеет дар, скажем Ну, все эти возможности человека Что... Снимать музыку без каких-то инструментов Сразу на ноты, то есть аранжировать Ну я тоже это видел, как Володя, царство ему небесное Когда он просто брал лист бумаги И прямо на ходу, что называется Потому что поступил заказ Надо было выполнять А мы работали с Володей вместе В ресторане Юрмала Он был как раз в составе И он моментально, в 6 секунд все расписывал И ребята выходили на сцену и играли То есть это, да, это был великий мастер Ну и второе, что, конечно, когда... Что удивляет, знаешь Он играл ведь на самом простом Чехословацком, где наш саксофон И... Но как он звучал? В этом суть, понимаешь Когда он играл, тогда слышно было колд трейна И это мне так... Такое впечатление оставил вообще И он как-то сразу, знаешь Некоторые педагоги дают такой более слабый материал Ну такой простой Ну послушай это, послушай то А он сразу Как меня долбанул колд трейн Знаешь? Извини за выражение То есть, как кувалдой, как дал Из песни слов не выкинешь, Денис Ты же знаешь Вот дал этот кассету Да Кассету В одной стороне был Джон Колд трейн А Лоб Супрейн Квартет Вот этот цикл музыки И во второй половине был Майлз Дэвис Квинтет И вот конкретно вот ту кассету Я слушал один год Просто как яд, как поизон зашел во мне И я понял, что так я хочу играть И то есть ты все С тех пор ты с саксофоном не расстаешься Нет, я тогда не имел саксофон Я учился у него на флейте Это мы пропустили Пойдем дальше Я учился технику импровизации Не технику саксофона Он тебе мозги ставил Да Экзак И второй человек Который был таким же педагогом Для меня это был Раймонд Рубишко Раймонд Рубишко был более сухой Более упорядоченный И я тоже суровый, я должен сказать Но хороший, хороший педагог Я помню, что там я уже играл саксофон И я приезжал с Time After Time концертов Где у нас там тысячи людей было Аудитории иногда Две, три Я приезжал в понедельник в клуб Рубишко в Гамлете Играл в Dream Session Я стоял рядом с ними И понимал Что у меня изнутри кошки грызут И что я просто должен идти обратно домой Заниматься И так ты и делал? Да, я так и делал Вот это был Соседи радовались, да, наверное, твоей? Ну Что с утра до вечера Денис Честно говоря, я бы не сказал, чтобы Я даже не знаю Может быть раз или два в моей жизни Кто-то там листок повесил на дверь Или что-то вроде этого Посмотри, это немножко рассказ идет дальше Потому что я уже играл в музыкакадемии Второй курс Как флейтист И я начал вот искать эти места Где можно официально учиться Джаз И самое ближнее место в то время Это 96-й год Это был Таллинн Георг Готтс колледж И я поступил Когда я поступал Они сказали Ты можешь у нас идти работать Педагогом флейты По джазу Но если ты хочешь на саксофоне Тогда ты начинаешь, значит, второго курса И будет у тебя учитель Виллу Веской И Виллу Веской Это знаменитый эстонский саксофонист Ну вот И там начался вот этот весь мой путь Вот настоящий Понять Более такого осознанного образования Ну а что для тебя Что для тебя, скажем Номер один все-таки сакс или флейта Или ты не можешь так разделить Знаешь, я тебе, чтобы поняли Я играю рояль Я играю сакс Я играю все флейты Альфлейта, простую флейту Я играю бас кларнет Я играю разные компьютерные программы Так твой все-таки инструмент номер один Смотри, номер один Мейн войс Мой мужской голос, скажем Главный голос Все, это тенор А флейта, как мой первый инструмент, скажем Ну вот, это моя душа И когда я играю в флейте Мне нужно просто немножко времени И он сразу Что-то происходит Для меня Друзья, как красиво Денис формулировал Это моя душа А это мой мейн войс Кстати говоря, у нас есть Телефонная линия Прямая 67212 939 И вторая 67213 939 Если у вас возникли вопросы Можете звонить к нам в студию И Денис с удовольствием на них ответит Ну а коль скоро мы так Вот чуть-чуть с тобой Прикоснулись к мейн войсу все-таки А вот я бы тебя попросил Взять этот инструмент И вспомнить того Пашкевича Который был Когда он еще Вот самую первую композицию Которую ты начал играть на саксофоне О май гад Смотри, это было Я даже помню Это было По-моему, это Колпаков Я помню, как раз Колпаков поставил Да я так, правда, на флейте тогда играл Но мы, знаете, занимались на минусах Да И он стоял там В Кенгераксе он, кстати, жил И мы Ну ты сейчас чуть-чуть сыграй Чуть-чуть тему напомнишь А потом я тебе расскажу Как меня Колпаков проверял в Юрмале ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шикарно, спасибо Спасибо Знаешь, на самом деле Как у нас произошло Произложное знакомство Ну, мы работали в баре Дискотеку А я же был такой крутой Дискотеке в свое время И захожу к музыкантам К ребятам Поговорить И сидит как раз таки Колпаков И там Алик Фельдберг Руководитель ансамбля Он говорит Вот это, значит, наш там коллега Из бара Он так посмотрел на меня Ты знаешь, кто такой Колтрейн? Я так смотрю Всех смотрю на него Я говорю Да Тогда это наш Маленькая проверочка Слушай, Денис Ну, а в принципе Это вся история О том, как ты приходил Как ты, скажем так Ну, находил себя Это же Это же не один год Это сколько всего у тебя 25 лет сейчас уже это все Уже 25 лет История длится Да, потому что Это, понимаешь Архитектор учится Три года, четыре года Может быть, два Я не знаю Доктор больше Инженер пять Но мы каждый день учимся И надо такое состояние души И открытого ума Содержать все время Иначе тебе конец просто Ну, а после После Эстонии Ты продолжал Как-то свое обучение Уже, скажем так Уже самостоятельно Да? Ты уже никуда не ездил Нет Нет Знаешь, тогда Началась первая Вот эта идея Эрасмус Обмена Да Программа Эрасмус Да Да, очень хорошая идея Которая, на самом деле Очень помогла Нашему региону Обмен Учениками И мы были первый эшелон Который пришел в Голландию И в Голландии Того, чего на самом деле И нужно Множество молодых музыкантов Из разных стран Люди, которые впитывали в себя джаз Которые отождествлялись с этой идеей Мы вместе играли Тусили И как бы Пускали корни Какие-то кардинальные Отличия есть Скажем В том, как преподавали Конечно Да Конечно, у нас По совету В то время ведь Я уже говорил Не было вообще Джазового образования в Латвии Кроме частного Потом не было Ну, скажем Информация тоже Так сказать Была дефицит Но 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 Уже тогда Было очень по-другому все Потому что Ты на самом деле Можешь Иметь хорошую Теоретическую базу Там Тоже была хорошая база Заниматься Записываться То есть Вырастать Своих знаний Практически Это у нас не было Замечательно Я думаю, что сейчас Мы ненадолго прервемся И затем вернемся в студию Да Микс Ньюз С Денисом За кадром Тут еще Несколько Беседовали Об образовании Как таковом Музыкальном в частности Есть что-то такое Что бы ты хотел еще Сказать В частности Я думаю Вот молодым ребятам Которые Смотрят Как классно все-таки Выглядит этот чувак С саксофоном Как он здорово играет А я тоже хочу Вот С чего начинать И может быть И вот про образование еще Что ты хотел сказать Такой компас Я думаю Надо всегда находить В принципе Мы все Как ученики Проходим Несколько Ипостасей Или как сказать Развитие Как бы Есть 4-5 таких Лиц Которые Мы меняем Во время образования Первый Конечно Это Следовать Следовать Мастеру То есть Имитировать Стараться Как он Быть Как он Звучать Как он Технически Быть готовым Это возможно Да Это есть Это твоя гора Куда надо В принципе Залаз Это понятно Забирать Не всякий Осилит Дорогу Между прочим Да Ну Потому И не осиливать Смотри Потому Надо этот Компас Держать И находить Для себя Всегда Сильнее Музыканта И для меня Скажем Всегда Сильнее Были Равняться На Более Сильного Старшие Для меня Мастера Которые Мне реально В жизни Повезло Что я Имею Таких Людей Которые За меня И Передавали Свои знания Это Чарльз Лой Джо Лавано Джерри Бергонзи Это Все Все Джайанты Да Потом Меня учил Борис Гаммер Лично Меня учил Чарли Миклин Это В общем Очень много Таких людей Которые Не Которые Сыграли В твоей жизни И В карьере То что Человек Слышит Сегодня То есть Мозаика Этого Отождествления С этой Информацией Из того Что в себя Они влили Каждый Дух Понимаешь Да Слушай Ну а что А что делать А что делать Молодым Надо вообще Понимать То что Надо находить Тоже школы И Надо понимать Что вот эти Шесть часов В день Они нужны Чтобы ты был Технически готовый Что Что этот джаз Сам по себе Не работает Надо быть Базу поставить На своем инструменте То есть Ну придется Ну тратить На это деньги Время Своё Дорогое Время Молодости Да Это раз Второе Надо всегда Помнить одно Что когда ты стоишь Перед дверьми Манхэттен School of Music Со своим Саксофоном Скажем И ты заходишь В эти двери Ты поступил То через три года Ты Через те же Самые двери С тем же Саксофоном Возможно Выйдешь На ту же Самую улицу И по Большому счету Ничего не поменяется Кроме Если у тебя Ничего в голове Не останется Я Personal experience Это раз Что ты Когда зашел В школу В тот же Секунду Ты открыл Пандору Лады Ящик Пандоры И начинаешь Собирать 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 Информацию Которые Просто И очень много И начинаешь Это для себя Накачивать Себя Раз Второе Начинаешь Дружить Своими Новым Бэндом Потому что Это все Твой класс Один из Японии Один из Америки Один из Берлина И тогда Это будет Позже Твой первый Вклад На первые Турны Да Это будет Бесплатный Ты доплатишь Но ты будешь Первый раз Стоять с ребятами Своими На сцене И так Десять лет И больше Содать истории В этом есть суть И иначе Не надо Обольщаться Ну и с кем Из таких Известных Ты учился Кто Кто у тебя Остался в памяти Больше всего И какие-то Может быть Интересные моменты Я тоже Нет Я должен Сказать Концерты Перформансы Даже сейчас Для меня Это учеба Все время Ты постоянно Учишься Сейчас тоже Ну постоянно Сейчас я создаю Сейчас моя учеба В другой ипостаси Я создаю для себя Сложные ситуации Я играю с мировыми Топовыми музыкантами Как На твоем столе Стоит карточка С моим датским У меня в Копенгагне Есть квартет И альбом Альбом называется Yours Faithfully Пианист На этом альбоме Один из Мир самых знакомых Американских Пианистов Это Арон Паркс Скажем Играть с ним Это для меня Большой экзамен Или Играть С Шеймосом Блейком Два тенориста Шеймос Блейк Один из ведущих Нью-Йоркских Саксофонистов Я делал с ним Турне У нас с ним Бэнд И это Очень напрягает Потому что Реально Надо сидеть дома Играть Качать мышцы Знаешь Первый Первый Такой Момент Можешь вспомнить Коленки дрожали С кем это было Мне даже Недавно Коленки дрожали Когда мы Я должен был играть С Рэнди Брекером Который По-моему Шесть Грэмми И мы с ним играем Но сейчас уже легче Но первый Этот Боже мой Как это было Страшно Страшно было Все-таки Надо с собой Руководить Конечно Страшно Надо себя успокаивать Сильно Надо с собой Заниматься Очень сильно Не только на саксофоне И психологической Конечно Тоже Нервы Но Наверное Все-таки Если это касательно Джаза То Наверное Не здесь Все-таки Получать образование Да Ну Я Если Я могу тебе Просто озвучить Идею Что Ребята Конечно Здесь наконец Ну какую-нибудь Формулу Да Формула Очень простая Начиная Здесь Есть Думская Хоровая школа Джаза Воединения Есть Меденни джазовое отделение Это хороший Бейсик Но лично Мой сын Я постараюсь Чтобы он Был или в Амстердаме Или в Копенгагене Или где-то там На джазовом отделении Поступил в академию При наличии Бейсика Да В этом очень большой Трип Я не помню Кто это из ребят Сказал Что самый крутой И самый строгий Педагог Это улица Когда человек стоит На улице Играет И вот это Вот это Самая крутая Крутая проверка У тебя было Такое в жизни? Уличная проверка У меня была Когда я играл На улице И надо было Отбиваться От ребят Которые хотели Забрать деньги Серьезно? Как я там дал? В Риге это было? Да Да Но проверка Очень простая Иди на Джейм Сейшн И играя с лучшим Музыкантом Ты поймешь Тед Карсон Был такой Трубач Черный Он из Blue Note Records Я помню одно Я играл Каждый год Мы играли В Пориджас Весевали В Финляндии Он имел Свой Джейм Сейшн Как Кинг Сидел Большой Уже Такой И В годах Я заходил Он говорит Ты Входи Он всегда Помнил Меня Очень хорошо Мы уже Чуть не записали Альбом Но он Ушел В другие Поля Я поиграю И он Я слышу Сзади Блоу Блоу И еще Пару грубых Слов Блоу И знаешь Это очень Подстегивает Это очень Сильно Подстегивает И иногда Такая энергия Приходит на сцене Что ты не знаешь С них делать Ну вот сейчас У тебя Несколько Музыкальных Проектов Какой Самый Любимый Скажем И чем Ты Больше Всего Времени Занимаешься С каким Проектом Ну Знаешь Самый Такой Популярный В Латвии В Балтии Это Фанк Терапи Коллектив Фанк Терапи Фанк Терапи Коллектив И Конечно Я люблю Играть С моей Женой Супругой Флай Лав В проекте Но Если Мы Говорим О моих Проектах То Это Фанк Терапи Коллектив И Конечно Есть Упоминал Джазовый Датский В Дании Квартет С которыми Будем Здесь В турне В Балтии В октябре И Вот это Два И На твоем Столе Режит Тоже Юнайтед Джаз Коллектив Который Да Мне Денис Подарил Карточки Для того Чтобы Я мог Вполне Официально Друзья Подчеркиваю Слово Официально Скачать Новое Произведение От Пашкевича И это Yours Faithfully И United Jazz Collective United Jazz Collective Мы были И в Китае Мы много Где были Выступали Только что Вернулся Из Санкт-Петербурга Из фестиваля Голощокина Давида О И значит Пианист у нас Андрей Кондаков Великий Русский Пианист И У нас Басист из Швеции Рикард Маумстин И Танал Рубин Эстонский барабанщик Ну такой Квартет В общем Мы активные Мы активные Мы записываемся Издаемся Путешествуем Ну Но тем не менее У Пашкевича Появилась Фикс идея Записать И выпустить Пластинку На виниле Даже две Даже две И что это будет? Даже две Это сотрудничество Во-первых С Ерсика Которые Есть латвийская рекорд компания И Марек Самарикс Имеет эту мечту Возобновлять виниловые записи У него есть технологии Но что мы будем писать Это, наверное, исторический фактор Есть Во всем мире знаменитый авангард Пианист и ментор Это Слава Ганелин Сейчас он живет в Израиле И Аркадий Готесман Израильский литовский И мы будем писать Первый такой авангард вайнал И они приезжают в Ригу Авангард на виниле Это да Это будет очень интересно Мы будем иметь две сессии Одна будет в виниловых днях в Риге И вторая мы делаем Зирку паст, я думаю И в концертном зале Будет очень интересно, потому что Это музыка Не американского авангарда Это наш европейский авангард Это будет по-другому То есть не такой завернутый или наоборот Я думаю, больше, знаешь, ощущение, будто ты слушаешь Травинского или что-то вроде этого Это и есть европейский такой кик Потому нам повезло, что у нас у всех есть академическое образование И мы можем это поставить вместе Вот, а вторая запись в декабре Я жду грэмми артиста Американского трубача Моей мечты Одного из Которого я мечтал Тим Хеггинс И датская ритм-секция прилетает И он прилетает И мы делаем квинтет Будем играть мою музыку Запишем тоже винил Послушай, Денис, ну сейчас такой бестактный вопрос задам Но вот судя по тем именам, которые ты упоминаешь И с кем ты играешь То, ну, как говорил Жванецкий К сестре из Кищенева такие люди не приезжают, да? Просто так Как ты попал вообще в эту всю тусовку? И как это вот у тебя получилось? Ну, это... Я, наверное, бы сказал, что это... Лайм из Крекныч А, да... Как сказать... Родился в рубашке, да? Ну, и, конечно, ты прав, что... То, что ты меня... Помнишь только, что ты меня спрашивал Вот этот... Ну, перефразируем Экзаменовка человека Она происходит все время И это не так просто сразу Это понятно Будь ты не профессионал С большой буквы П И вообще не с большой буквы Да, то такие люди, как Ганелин тот же Для меня это честь Они бы с тобой, скажем так, не стали музицировать Ну, там побаловались бы на джеме, может быть, в клубе Там в Питере или еще где-то Говорили, окей, Денис Все супер, но давай Играй сам Играй дальше Да, играй сам, да Но вот это все Это... Друзья, это... Я не знаю, что тебе сказать Это речь о том Как вообще зарабатывается Ну, скажем Не авторитет, а как бы это сказать Реноме Да? Как это зарабатывается Каким трудом И сколько на это уходит Времени, сил, энергии Сколько тебе лет сейчас? 43 Ну, вот И музыкой ты занимаешься? 25 Молодежь, все слышали? Понятно Несколько таких коммерческих вопросов Поехали Ну, первое, я знаю, что у тебя появилось окно И 27 июля мы можем запросто застать Пашкевича здесь, концертируя в Риге И это случится на кораблике Рига Сперла Чуть не сказал Юра Сперла Рига Сперла Ну, оговорка по Фрейду И благодаря сотрудничеству с радиостанцией Лаундж-ФМ Этот проект, скажем, он такой Он развивается, он сейчас пошел вперед И что это будет об этом? Вот несколько слов Две пара мыслей Очень был рад, упомянул Давида Галашокина фестиваль И я был очень рад, что мы попали вот на очень такой аналогичный кораблик Там собирались все джазмены Питера и было это празднование фестиваля Но я сидел и подумал, как же классно, что у нас в Риге этот проект развивается У нас корабль больше, чем у них Да? Да Там просто буксир какой-то И у нас этот кораблик, знаешь, он такой джазовый Когда ты заходишь в него, внутри хочется играть акустически Джаз-джаз Хороший джаз И я даже такой, немножко такой сидел, такой, как голубь, такой Как петух, вот Ну, Лайпенс, да? Ну, гордый Гордый, гордый И это единственный концерт за два месяца, если не ошибается, в Латвии Единственный концерт за два 27 июля? Да На корабле И, значит, это традиция джаза Джазовой музыки на воде, в Риге, на Долгаве Сотрудничество с радио, лаундж, это клево Я считаю, что это хороший такой мост, бренд Он может быть очень успешным Я думаю, что это хорошая компания для нас всех Да, будем праздновать хард-боп и свинг-мюзик и все это А теперь я главу Денис, а что там будет звучать? Там название Hardbop Legacy Но это популярный проект Который мы начали 7 лет назад Это хард-боп Это популярный джаз Скажем Это тот джаз, который был после бибопа Бибоп – это тот быстрый джаз А хард-боп, он очень сильно Имеет корни в гаспел и в блюз Ритм и блюз То есть это Википедия говорит, что хард-боп – это самый последний джазовый отсек Когда его можно танцевать Вот То есть это будет Ну, скажем так Доступный джаз 50-х Под который еще можно будет при желании подвигаться Со мной вместе будет американский гитарист Неф Иризаре Который прибывает в Риге Иногда со мной мы выступаем, пишемся И это будет чудесно Так что, друзья, я думаю, следите за рекламой на Lounge FM И вообще на группе Mix FM Я понимаю, что вся группа поддерживает этот проект И 27-го числа Ну, кто не придет на этот концерт Тот просто Киркоров Это однозначно будет По музыке Василий Василий, да Ну, а теперь вторая тема, которую я не могу тебе не задать Я вижу и я знаю, не буду там скрывать Что ты решил попробовать себя еще и как бизнесмен И запустил линию по производству саксофонов Да Это правда Истина И? Он стоит здесь на столе Вот это, да? Вот это вы тоже слышали И да, это Можешь приподнять, показать на телекамеру Я, смотрите Народ увидел Вот это мой проект Ну, это сотрудничество С великим мастером инструментов немцем Бернам Шива Вот этот серебряный Это моя инновитет Мои инновитет саксофонные Изделаны Твое новшество, да? Новшество И да, мы делаем Называем это кастомной серией Не масс продукции инструментов Мы берем Самый лучший из исторических инструментов Саксофон, что было Марк Сикс, Селмер Марк Сикс, Селмер Пальцовка Но мы пошли выше в категории металла Мы имеем новые инновитеты в технологии клапанов И, в общем, ощущение инструмента Как будто ты держишь в руках старый инструмент Он тотально рукодельный А звук? Звук особенный В терминах нижних частот Мы получили из-за этого серебра Такой очень большой Такой, как сказать Объем звука Тембр хороший? Да, тембрально И он не только Я убрал несколько клапанов Которые не были нужны И посредством этого Мы получили стабильный Верхний этаж Инструмент, когда ты играешь Третий октавик И низ мы получили Очень такой серьезный Ну, это ша момент Когда люди пробуют его Они говорят Все эти грубые слова Которые они не могут сказать официально Да Они говорят Что это было? Вот И да А кто уже приобрел это? Кто уже на этом играет? Это самое начало Этот инструмент Прототип Сейчас мы боремся С латвийским кастом Чтобы мы получили Наш Чтобы мы получили Наконец От них Четыре новые Наши инструменты Которые мы сейчас Ждем Поскольку Очень много еще Работают Надо с ними сделать Здесь в Риге И Откуда они идут Что таможен В общем Там принцип Очень Мы работаем С партнерами Которые работали С бентом Раньше В Ямахе Он работал В Японии В Ямахе Все ясно Ну что ж И что у тебя В этой линии будет? Все Вышло Пашкевич модел Это джазовые модели Теноров и альтух Альтсаксофонов Множество Неков Которые Здесь в Риге Возможно Пробовать И Опознать И есть Классическая серия Альтсаксофонов Что это вообще Другая опера Но это есть Это в Риге Есть Через неделю Уже все открыто Есть веб-сайт Можно найти информацию Ну и последнее Коротенько Что называется Что происходит С твоим Джазовым клубом Так называемый Пашкевич джаз клуб Я слышал Что там Как-то Не все хорошо Сложилось Смотри Джаз клуб Во-первых Это Это не помещение Это Это бренд Это твое имя Это ты Да Понятно Джаз клуб Это я Джаз клуб Это мои друзья Музыканты Наши любимые Последователи музыки Это наши друзья И Все что Было в том месте Это было сотрудничество С определенным менеджментом С каким-то Определенным Просто местом Сейчас вы Собрали свои татки-манатки И перешли в другую И мы скоро будем Тогда друзья Следим за рекламой Следим за рекламой Пригласим еще раз Дениса Пашкевича Нам рассказать О том На каком же новом месте Развивается теперь Пашкевич джаз клуб Ну 27 числа Встречаемся На супер концерте На кораблике На Рига Слушаем Слушаем Лаунж ФМ И Благодарим Дениса Пашкевича За то Что он нашел время И пришел сегодня В студию Это был Балком Лайф До свидания До свидания День в день Час в час Минута в минуту Радио Балком